По традиции торжественные мероприятия начались у памятника на площади свободы. Дождливая и ненастная погода не стала препятствием для брещан, которые пришли, чтобы почтить память тех, кто завоевал для нас мирное небо над головой, дал шанс праздновать День независимости и подарил возможность быть свободными. На бетонные плиты у монумента легли цветы от представителей местной вертикали власти и духовенства, членов общественных объединений и организаций, молодежи. Четкая и ровная барабанная дробь отсчитала минуту молчания, мгновение, когда каждый остался наедине со своей памятью. И вспомнил тех, кто погиб во имя мира, чтобы уже совсем скоро с гордо поднятой головой услышать звуки государственного гимна. Гимна Республики Беларусь. Я вообще восхищена. Понимаете, ко мне вот приехали гости с Украины. Я родом с Украины. И там у меня все родственники живые и мертвые. Хотя в Беларуси я уже живу 60 лет. И радуюсь, что нам повезло. Мы выбрали Беларусь. То, что сегодня в Беларуси спокойно, то, что сегодня наши внуки и правнуки спокойно заканчивают среднюю школу, поступают в УЗы, получают высшее образование, техническое, юридическое, там, всех направлений. И то, что они являются хорошими специалистами, это факт. Не зря их везде принимают в любом государстве, понимаете, как лучших специалистов Европы. Сегодня это прекрасный город. Он отстроен, начиная с 47-го года, 45-го даже, да, силами старшего поколения, которое уходит и оставило после себя очень хороший след. Это пример молодым продолжать то, что сделали старшее поколение. Конечно, поколение мира знает о войне лишь по книгам и воспоминаниям очевидцев, но ее уроки оно несет с собой по жизни. Символом стойкости и мужества в веках было и будет знамя Священной Цитадели. Памятные мероприятия, посвященные Дню Независимости, продолжились в стенах Брестской крепости. Здесь руководители области и города, представители общественных объединений возложили цветы к вечному огню. Осознавая, какую цену заплатил народ за право жить свободно и независимо, сегодня белорусы строят свою миролюбивую политику. Наша политика миролюбивая, та, которую проводит наше государство, и многое делает, ну, во-первых, в нашей стране мир и покой, слава Богу, и все для этого делает глава государства, значит, местные органы власти, для того, чтобы не было никаких конфликтов, то есть социальной напряженности нет в нашей стране. Кроме того, миролюбивую политику наше государство проводит и на международной арене, об этом говорят и многие страны. Для жителей нашей области, конечно, мы, значит, прежде всего будем стараться, чтобы те планы, которые поставлены, были выполнены, а если они будут выполнены, то это гарантия того, что у нас будет все хорошо в образовании, в здравоохранении, в социальной защите, зарплату люди будут получать, рабочие места будут создаваться, поэтому вот для этого мы и работаем. Современное, суверенное белорусское государство. 25 лет оно существует в этом особом независимом статусе, с каждым годом подкрепляя его международными конвенциями и договорами. Годами белорусы вырабатывали свою стратегию развития, подкрепляя ее принципами, которые легли в фундамент формирования современной белорусской государственности. Мы очень счастливы, что живем под мирным небом, свободной, независимой Белоруссии, где не перекраивают историю, где чтут традиции, где с уважением и любовью относятся к ветеранам. Поддержка талантливой и одаренной молодежи, поддержка молодых ученых, всестороннее развитие молодежи. Конечно, сегодня это основной акцент в реализации государственной молодежной политики. И очень приятно, что на уровне президента уделяется особое внимание поддержке молодежи и реализации государственной молодежной политики.